Бой с Лайонелом Баттлером, который состоялся 13 мая 1995 года. Это послужные списки у Льюиса. Как видите, появилось поражение. 25 побед, 1 поражение, 21 победа нокаутом. У Баттлера 23 победы, 10 поражений, 1 ничья и, по-моему, 18 побед нокаутом. Ленокс выходит на ринг. Прическа у него промежуточная между тем, что было и тем, что стало в последние годы. Вы знаете, на самом деле это один из самых тяжелых моментов в карьере Ленокса Льюиса. Вот сзади идет его последний тренер, Эммануэль Стюарт. Дело в том, что в сентябре 1994 года, как видим, Баттлер нам отвлекусь. Баттлер опять крепко ниже Льюиса, 185 рост, но значительно тяжелее. Льюис потяжелел сам к тому времени, его вес за 110 килограмм перевалил. Но Баттлер намного тяжелее, где-то 116-117 примерно килограмм, если я правильно фунты перевел, килограммы. Итак, 24 сентября 1994 года Льюис зевнул удар. И оказался он на кауте во втором раунде боя с американцем Оливером Макколом. И потерял титул чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе, который он завоевал, как мы уже говорили, в бою с Донованом Радеком. Ну, в общем-то, все понимали, что это случайность, поэтому уже в следующем бою с Лайоновым Баттлером Льюис должен был драться за право выйти на чемпиона мира, Оливером Макколом, на матч-реванш с ним. Забегая вперед, скажем, что не по вине Льюиса он не вышел на бой с чемпионом мира. И вернул он себе титул только в 97-м году. Но он пока этого не знает, пока он считает, что надо ему только победить Баттлера. И, в общем, дело в шляпе. При этом вот этот внушительный мужчина, Лайонов Баттлер, это как раз тот соперник, с которым не рекомендуется встречаться после нокаута. Да, видите, 18 побед из 23 он одержал нокаутом. Он был настоящим нокаутером, обладавшим очень тяжелым ударом. И пусть вас не смущает большое количество поражений у Баттлера. С ним в начале карьеры обошлись так же без церемонра, как с Майком Уивером, которого мы сегодня видели уже в программе. То есть его заставили учиться в бою. В результате он из первых пяти боев проиграл четыре. Но он учился быстро. Учился быстро. Потихонечку набирал форму. В девяносто втором году он в первом же раунде наканутировал в чемпионы мира Тони Тапшин. Даже Тайсон Пананк делал с два раунда на это. В девяносто четвертом году Баттлер нокаутировал другого экс-чемпиона мира Джеймса Смита. Баттлер по кличке Костолом. Тоже, вы знаете, это имя Бэлн Кроши. Кличка, точнее, Костолом заменила ему имя. Я вот сейчас с трудом вспомнил, что его звали Джеймс. Вот, вот этот длинный удар справа. Это и есть основное оружие Баттлера. Очень сильный удар. Разовый. Размашистый, но быстрый. Прыбка сейчас ушел Леонекс от Баттлера. Здоровый мужик, как мы видим. Ни страхов, ни сомнений, ни ведающий. И, как я уже сказал, это как раз тот противник, с которым не рекомендуется встречаться. Тот тип противника. После поражения, тем более после поражения нокаутом. Надо восстанавливать уверенность в себе. Достал, но не плотно достал. Баттлер и тут же Лилос принялся возвращать долги. После поражения боксера обычно сажают на так называемую мешочную диету. То есть, организуют бои с противниками, которым просто не может проиграть. Но, как мы уже видим, Лайонелу Баттлеру проиграть очень даже можно. У него и джеб очень сильный. Несмотря на свою объемную талию, он довольно подвижный. Сейчас ушел вниз и, хоть и пропустил. Ну да, Лилос и справа, но свел его эффект до минимума. Понимаете, Ленокс ведет бой практически в той же самой манере, что и до поражения Мактола. И левый боковой у нас на месте. Лилос улыбается, как я уже, по-моему, много раз говорил. Верный признак того, что удар пришелся в цель. Ну, судя по поведению Баттлера, вот этому санкцию Маленького Лебедя, который он показал удар Льюиса, тоже достиг цели. Я думаю, что зрители должны быть довольны. Я думаю, как шею тянут. Хорошо пробил справа и слева львы. Но Баттлера это только раззадорило. Неудобный он соперник, несмотря на невысокий рост. Легкий, подвижный, чувствительный, как говорят боксеры, то есть чувствующий соперника. Он упокаивает Льюиса, потому что он не может его достать этим длинным ударом справа. Ну, он нам показывает, что может. Хорошо сейчас снизу. По-моему, даже удар пришелся по руке. Баттер своей собственной рукой угодил себе челюсть. Или, может, не показалось. Второй раунд. В общем-то, очень многие американцы полагали, что Баттлер победит Льюиса. Окончательно дискредитирует этого нахального длинного британца. Смотрите, пропустил мощный удар справа Баттлер, но все равно продолжил атаку. Очень трудно его смутить. Какой вид у него у Баттлера, имею в виду громилы из боевика. И все-таки напропускал Баттлер. Но всегда он готов. Смотрите, сейчас пропустил два удара Льюиса. Справа последний, очень сильный был. А сам готов нокаутировать с любой руки. Опять Баттлер показал маленький хореографический этюд. Ляновский пытался так втихаря придушить Баттлера. Устает Баттлер. Все-таки вот этот вес, вот сейчас через руку ударил, но не плотно достал. Хоть этот вес дает себя знать. Не воздушный шарик все-таки. Таскать эти многочисленные килограммы не так легко. Любой устанет. Хорошо сейчас справа пробил Льюис и продолжил атаку. Но Баттлер прекрасно держит удар. Льюис, конечно, владеет инициативой. Сейчас он, по-моему, взял передразнивать Баттлера. По-моему, довольно точно. Он только поизящный, я бы сказал. Какой там раунд девушка нам показывает? Третий, кажется. Да, два раунда прошло. То ли мне показалось, то ли в углу Баттлера Петта Корея. Здесь Мануэль Стюарт. Помог Петта Корея в углу Баттлера. Бывший тренер Ленокса Льюиса. Очень плохой тренер. Процентов на 80 он и был виноват в поражении Льюиса от Оливера Маккола. Да, третий раунд. Видимо, Корея взяли в команду, чтобы он научил Баттлера работать против бывшего ученика Корея. Но Корея ничему его не научил сам. Он только заставлял Льюиса забыть то, почему его научил Джон Девинкорд. Хорошо, сейчас надув другого слова не берешь. Не подберешь Льюис. Воодушевившегося от полуудачной полуатаки Баттлера. Знаете, вот проводит много довольно ударов. Ну, не много, но все-таки какое-то количество Баттлера. Но все не чисто. Как-то скользь по защите, по уходящей цели. А вот Льюис сейчас провел удар справа и продолжает. И Баттлера ведь очень хорошо держит удар. Вот эта его пассивность сейчас. говорит о том, что прочувствовал эти, даже не знаю, как говорят, пинки руками. Уже тут не до танцев. Баттлер он просто чуть-чуть прыгает в проветривую голову. Но он все равно опасен. Сейчас снизу пробил Льюис. Все равно Баттлер опасен. В любую секунду, с любой руки он может нокаутировать. Довольно быстрые руки у него. Заканчивается третий раунд. Нет, все-таки утомил уже очень соперника Ленокс. Вы заметили, наверное, зрители в первых рядах перестали улыбаться. Конечно, будешь улыбаться, когда с отечественником так охаживают. Рефе потребовал демонстрации дружеских чувств. Баттлер уже просто как в драке за гаражами себя ведет. Пропустил джеб. Очень сильный был удар. Вложился в этот удар слева Льюис. Тепе Карео дает ценные советы. Если не побьешь, то не побьешь. Знаете, он просто, в общем-то, такой почти набор слов истеричный. Сначала он помогал, так сказать, Льюису. Теперь помогает Баттлеру. Четвертый раунд. Попал слева Баттлер. Попал и тут же, тут же бросается в атаку. Но Льюису снова попал. Второй левый боковой подряд. Правильно, Льюис, вот так. Удержал на дистанции джебом, а потом пробил справа. Небольшой, недолгий клинч. Пытается выбросить левую руку Баттлер. Немножко отчаянно, по-моему. Пропустил удар слева. Американец. А, задергал, задергал Льюис Баттлера. Уже как-то немножко затравленным выглядит американец. Пропускает джебы практически все подряд. Сейчас и справа Кросс пропустил. Публика начинает свистеть. Она сегодня собралась не на это. не такую музыку она заказывала. Конечно, очень устал Баттлер. В основном от ударов Юиса. Видите, перетряхивает даже от джеба уже. Шальной удар справа. О, и зацепил вторым таким же шальным. Чуть-чуть взорвавшегося Ленокса. Но тут убрал буквально на сантиметр голову. И удар почти не причинил ему вреда. Вот так. Хороший был правый Кросс, а потом еще один. И прекрасно держит удар Баттлер. Но, по-моему, он на грани нокдауна находится сейчас. Успеет Юис или нет? И как мужественный человек, находясь на грани нокдауна, этой нокаута, Баттлер сам попытался атаковать. Белым боковым неудачно, но чуть-чуть остановил Юиса. Очень эмоционально наставляет, скажем так, на путь истинный Стерд Льюиса. Вот хороший удар был. Справа. Пятый раунд. Решительно выходит Лайонл Баттлер. Вот так. Классическая двойка. Это так быстро было. По-моему, левый и правый пробил Льюис. Ну, по-моему, Баттлер уже знает, что его ждет в очень недалеком будущем. Такая обреченность в глазах. Воскресенье. Еще пропускает джек. Пытается пролезть под руки к Льюису. но пытается что-то сделать до последнего просто не сдается просто так и сдается сейчас здесь подвернул под удар рука баттлера обвелась вокруг его шею он толкнул оттолкнул точнее баттлер упал он уже еле стоит просто немного смотрите походку баттлера ну все-таки перекрывается что-то пытается сделать выцеливает льюис просто уже откровенно пытается дело кончить одним ударом слева сбоку так пробил справа наполовину по защите пришелся удар на баттлеры уже и это может потрясти еще один джеб точно в цель заканчивается пятый раунд совсем успокоился 2 джебы и справа пробил еще раз в принципе рефери по-моему опоздал решаться там после первого из этих ударов справа баттлер повис на канатах и надо было уже отгонять льюиса отсчитывать нокдаун но он опоздал и льюис добавил еще в любом случае он сделал он действовал правильно рефери не остановил встречу он должен был добивать соперника но это уже все равно ничего не менял нет знаете тот и я помню что это первый нокдаун не левый ленокс начал атаку справа потыкал потыкал отвлекая внимание а это уже нет это уже второй нокдаун я надеюсь нам еще раз оба покажут я надеюсь нам еще раз оба покажут ленокс отправил баттлера ударом справа он даже не бил джеб так сказать сначала показалось что он пробил джеб слева потом пробил справа нет он сразу ударил справа а слева добавил потом как мы видим баттлер покидает ринг если мне память не изменяет его прямиком отправили в больницу после этого боя это второй нокдаун ну вот рефери наконец пришел на помощь баттлеру вот этот руку жмет за спиной у Льюиса человек который в два раза меньше ленокс это фрэнк малоуни его менеджер с которым они расстались только в самом конце карьеры ленокс пока думает что уже в следующем бою он выйдет на ринг против оливера маккола рассчитается со своим обидчиком он как мы уже знаем ошибается Льюис объявлен победителем еще раз говорится что в этом бою он завоевал право драться с чемпионом мира но это это случится не скоро ну а мы на этом заканчиваем ретроспективный показ боев как чемпиона мира в тяжелом весе ленокс льюиса и и